Возможности обучения в белорусских вузах, не выходя из дома, обсудили на неделе в Минске. Девятая международная конференция, посвященная дистанционному образованию, завершилась накануне. Стоит отметить, сегодня знания в онлайн-режиме в наших вузах получают не только белорусские студенты, но и жители других стран. Как виртуально получить реальный диплом, знает Диана Ревикова. Могли бы вы сформулировать основные плюсы дистанционного обучения? Да, конечно. Один из важных плюсов дистанционного обучения – это возможность студента самостоятельно моделировать свое обучение, использовать то время, которое ему удобно. Таким вот образом дистанционно преподаватель столичного радиотехнического вуза Беларуси Андрей Кривенков обучает и своих студентов. Им доступен целый комплекс виртуальных преимуществ. Значительно дешевле дневной формы. Второй плюс – то, что студент дистанционной формы может самостоятельно планировать свое обучение по дисциплине, выбирать то время, которое ему удобно. Ну и третий плюс – то, что на экзаменационной сессии он присутствует только на экзаменах. Теперь же возможность изучать предметы дистанционно появилась и у студентов дневной, заочной, даже вечерней формы обучения. Правда, пока только у студентов столичного радиотехнического вуза. Вот студент старшего курса, он даже бывает работает, и вот расписание его не устраивает, он работает в это время. Он имеет право заявить об этом на факультете дистанционного образования и получить разрешение изучить дистанционно эту дисциплину. Сегодня дистанционно получают знания не только белорусы. Онлайн в наших вузах учатся даже в Америке. И международные виртуальные горизонты знаний расширяются. На неделе в Минске прошла уже девятая научная конференция, где эксперты из разных стран обсудили перспективы онлайн-обучения. Следующий шаг навстречу с дистанционным обучением – это создание единой информационной платформы. Этот вопрос сейчас обсуждается в Министерстве образования. Преподавателям это позволит создавать совместно качественный обучающий материал, а студентам, в свою очередь, пользоваться им в онлайн-режиме. Диана Ревикова и Владимир Тиханович, агентствователь новостей.